Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Марии Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Отопительный сезон должен пройти без проблем. Более пяти километров аварийных теплосетей были заменены на новые. Начитались и погубили. Причиной смерти ребенка стала сознательная халатность родителей. Двигатель торговли работники рекламной отрасли отмечают профессиональный праздник. Зима близко. Новый отопительный сезон начался в конце сентября. И пока у рязанцев нареканий нет. По крайней мере, на холод не жалуются. Даже наоборот, говорят, жарко. В этом году в рамках программы капремонта были заменены часть магистральных теплосетей. И разработана серьезная программа по модернизации системы в целом. О том, чего ждать в ближайшее время, далее в сюжете. Из года в год одно и то же. Как только начинаются морозы, старые теплосети не выдерживают и происходят аварии. Следствие – отключение тепла до устранения протечки. Для того, чтобы такие случаи ушли в историю, в этом году прошла реализация масштабной программы капремонта по замене магистральных сетей. В итоге, с начала сезона порядка 5 километров труб было заменено. Стоит отметить, на следующий год цифру планируют увеличить в среднем на 1 километр. Впервые за 15 лет проведена масштабная замена магистральных тепловых сетей. На эти цели правительством Рязанской области были выделены субсидии в размере 200 миллионов рублей. 10 миллионов рублей выделялось из бюджета города Рязани. Все эти мероприятия уже выполнены. Это, конечно, сделало качественный шаг вперед к повышению надежности. При работе использовались и новейшие разработки. Экологичность, безопасность и надежность стали главными критериями в выборе материалов. Например, при прокладке тепломагистрали к трем домам на улице Лесопарковой были использованы совершенно новые материалы. Конечно, для того, чтобы заменить все теплосети, потребуется время. Сейчас уделяется внимание самым проблемным участкам. Все работы были проведены в рамках программы капитального ремонта магистральных тепловых сетей. Это трубы большого диаметра. Поскольку там достаточно большое давление и высокая температура, там полиэтиленовые пластиковые трубы не используются. Там просто произошла замена на новые трубы. Что касается других температурных режимов, то там уже используются трубы из других меньшего диаметра, утепленные из других материалов, по которым срок эксплуатации гораздо-гораздо выше. Они не подвержены коррозии, там меньше потерь тепла. Сотрудники администрации города совместно с ведущим экспертом Всероссийским теплотехническим институтом разработали целую программу по модернизации отрасли. Она так и называется – схема теплоснабжения города Рязани. Фактически, это новая схема водоснабжения, соответствующая всем современным стандартам и требованиям. Уже успешно прошла защита актуализации схем теплоснабжения в Министерстве энергетики Российской Федерации. В рамках реализации проекта запланировано множество мероприятий, среди которых ликвидация водозабора в многоквартирных домах, а также замена централизованных тепловых пунктов на индивидуальные автоматизированные. Появится возможность регулировать тепло в каждом многоквартирном доме под температурный режим. То есть сейчас, если в текущем состоянии мы говорим о том, что мы вынуждены обеспечивать подачу теплоносителя не менее 70 градусов тепла, чтобы обеспечить подачу горячего водоснабжения, уход от ЦТП к индивидуальным тепловым пунктам позволит регулировать эти вопросы совершенно обычным образом. Заниматься данными вопросами будут управляющие компании. Но это не самая близкая перспектива. Работы будут вестись постепенно и планомерно. А вот перспектива близкая – это как раз отопительный сезон, который сейчас в самом разгаре. И если муниципальные теплосети в лице РМПТС на 100% готовы, этого нельзя сказать о Новорязанской ТЭЦ, которая пока готова не в полной мере. Данный вопрос наряду с реализацией программы схем теплоснабжения будут обсуждать в ближайшее время на заседании городского штаба. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Если с теплосетями все более-менее понятно и даже есть положительные изменения, то для жителей дома на улице Грибоедова, крыша которого сгорела летом, все по-прежнему печально. Ту самую крышу до сих пор не отремонтировали. Напомню, пожар случился 22 июня. Второй удар стихии четырехэтажка перенесла, когда начались дожди. Материалы разбросаны, рабочих нет. Таков итог ремонта спустя 4 месяца. Если соседи ремонт уже хотя бы начали, то Анатолий Буйнов до сих пор готовится. Его квартира на самом верхнем четвертом этаже. Она пережила и пожар, и летние дожди. На чердак подняться может кто угодно. Люки во всех подъездах не закрыты. О том, что здесь были гости, говорит бытовой мусор, бутылки и окурки. Еще удивительно, что снова не произошел пожар. Крышу все же покрыли, но на чердаке масса недоделок. Уже конец октября, а слуховые окна на чердаке до сих пор не закрыты. Люди боятся, что если пойдет снег или дождь в их квартирах, где идет ремонт, появится еще и сырость. По словам Нины Михайловны, у дома чуть ли не до прошлой недели. Были проблемы со связью, не могли починить телефон. У пожилой женщины есть и другие замечания. Видите эти стояки, трубы-то идет чернота. Они заменили. Мы не говорим на лестнице клетки, не поймите, что с проводами-то. Это ладно. А этот дом вроде повеселел. Крыш новый. В последний раз рабочих на чердаке видели две недели назад. У жителей надежды, что эту зиму они переживут благополучно, практически не осталось. Все это на плечах самих утопающих. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Глава региона Николай Любимов представил нового заместителя председателя правительства Рязанской области, которым стал руководитель экономического блока кабинета министров Роман Петряев. Ранее Петряев занимал должность советника-губернатора. По словам Любимова, новый зампред будет курировать экономику, промышленность и цифровизацию региона. В Рязани история о двухмесячном ребенке, которого не стали лечить родители. Начитавшись, статей в интернете стала притча в языцах. Этот случай потрясает своей трагичностью. Сейчас уголовное дело, фигурантами которого стали родители, направлено в суд. И судить их будут по всей строгости закона. И уголовная ответственность – полбеды. Как жить, осознавая, что причиной смерти ребенка стали собственные действия. На эти вопросы им только предстоит ответить. Скорее всего, в тюремной камере. К сожалению, по примеру этих поступают и другие родители, которые не выполняют рекомендации врачей, занимаются самолечением, отказываются от прививок и так далее. Подробности далее в сюжете. Эта трагическая история произошла почти год назад. Ребенок родился у супружеской пары в ноябре 2017 года. Вскоре выяснилось, что у малыша серьезное генетическое заболевание. При этом врачи объяснили родителям, что всю жизнь ребенку необходимо будет принимать гормональные лекарственные препараты. В январе этого года родители, изучив в сети интернет медицинские публикации о клинике, имевшемся у их ребенка заболевания, по собственной инициативе отказались от продолжения выполнения медицинских назначений. Утром 29 января ребенок, не получая необходимого лечения, скончался. Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным прокурором района обвинительным заключением направлено в суд, где и будет рассматриваться по существу. По словам ополномоченного по правам детей в регионе Екатерины Мухиной, такие случаи не единичны. По закону, для того, чтобы провести любую манипуляцию с ребенком, необходимо получить разрешение его законных представителей – мамы, папы или опекунов. Если жизни ребенка угрожает опасность, а родители отказываются от лечения, медики обращаются в аппарат по защите прав детей, а те, в свою очередь, обращаются в суд. В таких случаях суд реагирует моментально. Как правило, постановление выдается в течение суток, ведь на кону жизнь ребенка. Екатерина Мухина признается, случаев отказа от лечения немало. Ей запомнились родители, которые отказывались от переливания крови. Все уговоры, что ребенок может погибнуть, совершенно никак не влияло. И тогда медики обратились к нам, и вот у меня юрист буквально целую ночь просидела с мамой около ребенка и говорила о том, что ее ждет в случае, если ребенок, не дай бог, погибнет. Но где-то часов в 6 утра мама уже дала согласие, потому что поняла, что будет не только слезы будут, но будет уголовная ответственность. Часто некоторые родители, не доверяя врачам, начинают заниматься самолечением. Или обманывают медиков, говоря, что дают детям лекарства, а сами даже не покупают таблетки. Кого-то пугает прием сразу нескольких видов лекарственных препаратов. Считают, что это повредит здоровью больше. Другие просто считают, само пройдет. Назначенные врачом лекарственные препараты, они назначаются именно определенным образом. И только сочетание этих препаратов может достигнуть эффект. Когда родители самостоятельно из перечни препаратов, которые даются врачом, выбирают что-то одно, они не предполагают, что конкретно они отменили человеку или, как мы сейчас говорим, ребенку. Значим ли бы это препарат для лечения данного заболевания или нет. Взрослые, начитавшись интернета, чувствуют себя чуть ли не врачами. А ведь для того, чтобы стать медработником, учатся не один год и проходят ординатуру. А вот доверяя всемирной паутине больше, чем участковому педиатру, мамы и папы отказываются от вакцинации своих детей. В случае заболевания вакцины, управляемыми инфекциями, единичные. Корь, краснуха, эпидпаратит фактически не регистрируется в Рязанской области. Дифтерия, то есть те прививки, которые классические мы делаем детям, то буквально еще 10-15 лет назад были вспышки этих заболеваний. Такой подход уже принес свои негативные плоды в Европе, где все чаще происходят вспышки кори, которая была вакцина, управляемая болезнью. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Осень – не только сезон красивых пейзажей с желто-красными кронами деревьев, но и, как ни прискорбно, простуд. ОРВИ, ОРЗ – грипп неразлучный, спутники осенне-зимнего периода. На сегодняшний день ситуация такова. На территории региона случаев гриппа не зарегистрировано. Именно такую информацию разместили на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 22%. В основном простудным заболеваниям были подвержены дети до 14 лет. 69% от числа всех обратившихся за медицинской помощью. Оперативники задержали 7 человек, которые подозреваются в распространении наркотиков. Партия крупная – около 3 килограммов. Синтетическое вещество реализовывали бесконтактным способом. Подробности далее. Получал оптовые партии и распространял их среди розничных распространителей. У 27-летнего Рязанца изъяли более 2 килограмм синтетических наркотиков. Еще 740 грамм обнаружили в импровизированном тайнике в Рыбновском районе. При нем обнаружили более 21 грамма наркотиков. И в только что сделанной закладке более 12 граммов. В жилище задержанного, в морозилке, холодильнике, в тумбочке, в ванной комнате и в шкафу полицейские обнаружили большие пакеты с порошкообразными веществами. Электронные весы и коробки с упаковочными материалами. Раскрыть преступление помогла бдительность. Оперативники заметили активность в интернете, характерную для закладчиков. По горячим следам задержали 4 распространителей. Все они не старше 22 лет. Уже на маршруте задержали еще 2 жителей Московской области и Михайлова. В одежде и на месте тайников обнаружили около 100 грамм наркотика. В отношении 6 задержанных, причастных к организации розничного распространения наркотиков, возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. А в отношении злоумышленника Аптовика возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы. В общей сложности обнаружено около 3 килограмм синтетических наркотиков. Их распространяли на территории Рязанской, Михайловской и Рыбновской областей. Пока можно сказать, что полицейские пресекли деятельность регионального звена крупного интернет-магазина. В ближайшее время они продолжат расследование, чтобы задержать всех, кто причастен к сбыту запрещенных веществ. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На грани двух профессий – и творчество, и экономика. Это про рекламщиков и пиарщиков, которые 23 октября отмечают свой профессиональный праздник – День работников рекламы. Впервые его отметили в 1996 году. В нашей телекомпании работают талантливые сотрудники, которых мы поздравляем с профессиональным праздником и желаем творческих и человеческих успехов. О работе наших коллег вы узнаете прямо сейчас. Двигатель торговли и маркетинга – это, конечно, реклама. Рекламный менеджер телекомпании «Город» Светлана Кожунова почти 20 лет назад поняла, что за этой профессией будущее. Сейчас она с удовольствием идет на работу, для нее это уже дело жизни и хобби одновременно. Мне интересно общаться с людьми, мне интересно развивать их бизнес, потому что мы своей деятельностью способствуем развитию бизнеса наших партнеров. Творческий коллектив всегда готов прийти на помощь тем, кому нужно продвижение, креативность и лучшие традиции. Реклама в медиасфере актуальна как никогда. Мы производим рекламные ролики, сюжеты и программы, размещаем рекламу сразу на пяти каналах. Нас можно увидеть на домашнем, телеканале «Городском», телеканале «Че», «Ю», «ТВ-3» и «РБК». У нас есть врезки на всех этих телеканалах, при этом домашнее вещает на всю область. А еще у нас есть собственный круглосуточный канал «Городской», который также могут смотреть жители Ряжска, Кораблино, Новомичуринска и Скопина. Здесь мы транслируем новости, программы собственного производства и самые популярные кинофильмы. Со всеми нашими проектами можно познакомиться на сайте город62.tv и в социальных сетях, которые мы активно развиваем. Телевидение, в том числе реклама – дело коллективное. Производство качественного медиапродукта зависит от работы каждого. Наша команда просто шикарная, на мой взгляд. Здесь команда единомышленников. Это все возрастные категории. И с каждой возрастной категорией очень приятно работать. На нашей телекомпании работают суперпрофессионалы. Они очень увлеченные. Они готовы пожертвовать своим личным временем. Они готовы работать над разными проектами огромное количество времени, чтобы добиться положительного и качественного результата. Сейчас наша телекомпания готовит к выходу новые интересные проекты, поучаствовать в которых могут все, кому необходимо разместить рекламу. Мы всегда открыты к диалогу и сотрудничеству. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Открыли сезон тренировок. Рязанские альпинисты начали готовиться к новым восхождениям и заниматься с новичками. В этом году, пока погода позволяет, встречаются на свежем воздухе. В качестве объекта, который для начала нужно покорить – заброшенное здание в Рязанском районе. Дина Исляева продолжит. Еще, еще, еще. Давай, давай, давай. Молодец. Подгибай ноги в коленях. Все. Для новичков высота небольшая. Нужно сначала спуститься с первого этажа, потом с пятого. Все делается под контролем инструктора. Альпинизмом Ирина Сологубова до этого не занималась. Ходила в тур, кружок, когда училась в ВУЗе. Практически занятия у нее были, но немного. Сейчас, переехав жить в Рязань, решила вспомнить старое увлечение. Первый спуск – масса эмоций. Было жутко страшно. Я вспомнила всех – маму и Бога. В общем, всех-всех-всех. Очень тряслись колени. Но когда успокаиваешься и слушаешь голос инструктора, то понимаешь, как действовать. И становится не страшно, а фокусируешься именно на том, что ты делаешь. И это очень захватывает. В Федерации альпинизма набрали две группы новичков. Первые – это люди, которые когда-то занимались альпинизмом. Вторая – пришедшие в первый раз. Их учат базовым вещам, как застраховать себя в горах, самостоятельно спуститься и подняться. Для того, чтобы заниматься альпинизмом в учебных условиях, нужен минимальный набор снаряжения, рассказывает член правления Региональной Федерации альпинизма Алексей Лихабабин. Спусковое и подъемное устройство – веревка. Веревочкой мы обматываем вокруг основной веревки, по которой спускаемся. Если альпинист теряет сознание по какой-то причине или просто отпускает руки, он остается висеть. То есть такая дополнительная страховка. И вот эти три вещи – жумар, корзинка и веревочка – это вот тот самый-самый минимальный набор для того, чтобы двигаться по маршрутам начальной категории. Алексей занимается альпинизмом почти 10 лет. В этом году покорил гору Монблан. Ее еще называют крышей Европы и родиной альпинизма. Поднялся на высоту 4800 метров. Для него заброшенное здание – простой маршрут. Он преодолевает спуск с пятого до второго этажа за считанные минуты. Для новичков это рельеф, приближенный к реальным условиям, чтобы подготовиться к походу в горы. Часто так бывает, что нужно спуститься по относительно такой вертикальной стенке. Но в зависимости от ее высоты регулируется категория. То есть часто так бывает, что, ну вот если, например, одна веревка где-то 25 или две веревки 50 метров, то это может быть и вторая, и третья категория сложности. То есть когда вот по такой стенке подниматься наверх, то это уже четвертая, пятая категория сложности. То есть на более простых маршрутов по таким стенам вверх обычно не лазишь. Тренировки на свежем воздухе будут продолжаться, пока позволит погода. Потом новички перейдут в скалодром. Там уже будут отрабатываться технические элементы, чтобы они смогли уже летом следующего года подняться на свою первую гору. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Грандиозное цирковое шоу под названием «Слоны в цирке» теперь в Рязани. Жителей города ждет насыщенная программа, в которой участвуют гимнасты, акробаты, жонглеры, клоуны и, конечно же, индийские слоны. Продолжит Валерий Седов. До сегодняшнего дня рязанцы видели слонов только в виде статуй на Лыбецком бульваре. Теперь на них можно посмотреть вживую, на манеже цирка. Это два индийских слона. Как признается дрессировщик Сергей Гулевич, у каждой из них характер свой. Это Дженни. Ей 47 лет. Очень такая она. Спокойная, очень мудрая. В то же время очень хитрая. Магда 45 лет такая. Она фитнес-леди такая. Она постоянно в движении, постоянно ей что-то надо. Такая шебутная, очень хулиганистая. Ну, в хорошем смысле этого слова. То есть, по характеру обе разные абсолютно. И хоть Дженни и Магда разные, подход к дрессировке всегда один – терпение и уважение. Команды им отдают на польском, английском и французском. Например, «аллей» означает вперед, а «гранда алле» – движение хоботом. А иногда трюки куда опаснее. В паре с Сергеем выступает Дельнуза. Она наездница на слонах. Выступает больше пяти лет. Раньше работала в шоу-балете, где ее и заметил Сергей. Теперь вместе с программой они объездили полмира. Этой программе уже более 50 лет. Это потому что большой варшавский цирк. Он очень знаменитый. И он даже в Европе везде. То есть, девочки наши были и в Японии, и в Калининграде, и до Владивостока. То есть, были очень много пол-Европы объездили. Помимо индийских слонов, рязанцы увидят арабских верблюдов, пони, лошадей, кенгуру-боксеров и многое-многое другое. Клоуны, акробаты и титулованные артисты сложно перечислить всех, кто выйдет на манеж в новой уникальной программе «Слоны в цирке». Организаторы советуют покупать билеты заранее в связи с большим ажиотажем вокруг шоу. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Таким был этот день. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok